В Москве прошел первый всероссийский конкурс патриотической песни и хореографического искусства «Молодые таланты Отечества». Его цель – поиск талантливых детей и воспитание художественного вкуса и духовно-нравственных ценностей у молодежи. Мероприятие было приурочено к празднованию Дня России. Более 300 участников из 39 регионов принимал на протяжении нескольких дней Дом ученых Российской Академии Наук. Тут, в Большом концертном зале, собирали таланты со всей страны. На сцене изображение ордена святого Александра Невского за труды и Отечество. То, что один из главных государственных праздников – День России, отмечают именно 12 июня, в день рождения Великого Князя. Организаторы конкурса «Молодые таланты Отечества» не считают совпадением. Это чрезвычайно важно, потому что нам нужно растить людей не Иванов, не помнящих, а людей, которые знают историю своей страны. Это очень важно. И вот этот конкурс, он дает понимание, как любить Россию. После торжественного внесения знамени и исполнения гимна Российской Федерации, финалистов конкурса «Молодые таланты Отечества» поздравляет последний маршал Советского Союза Михаил Моисеев. Главная номинация – это во имя служения нашей Матушки Родине, нашей России, нашей Отчизне. Ведь 12-го – это наш государственный день, государственный праздник. Вручал награды лучшим исполнителям патриотической песни и лучшим танцевальным коллективам народный артист России и Болгарии Бедрос Киркоров. Судьбу юных дарования решали в составе жюри именитые деятели культуры. У этого конкурса обязательно будет большое будущее. Потому что то, что мы увидели детей на конкурсе – это те счастливые дети, которые занимаются хореографией. А хореография или балетное искусство – это искусство необыкновенно красивое. Также на фестивале-конкурсе состоялось торжественное награждение орденом Святого Александра Невского. Лауреатами стали ученые и работники Государственной гражданской службы. Служите России, Иисусе, но тебе и мне, Служите Россию, и ведь вы стране.